Уже научилась справляться с волнением, хотя чувствует ответственность и гордо с флагом России в руках, она старается чеканить шаг. Колонна из десятков жителей Можайского района двигается по пути к братской могиле 102 воинов, умерших в госпиталях в годы Великой Отечественной войны. И красные гвоздики, которые лягут к постаменту, и не по-детски серьезные лица ребят из отряда Ильинские рубежи, это как знак преклонения перед великим прошлым и символ того, что связь поколений жива. Объявляется минута молчания. Вот они, настоящие продолжатели дела Тимура и его команды. После рекламы мы познакомимся с героями сюжета поближе. К нашему разговору присоединится поэтесса Лариса Рубальская. Это программа «Мой район», и сегодня мы говорим о детском волонтерском движении в Москве. Здравствуйте. Здравствуйте. Вера, у вас награда прямо настоящая. За что? Ну, это награда за различные мероприятия, городские всероссийские конкурсы и олимпиады. Вы гордитесь, наверное, что... Вера уникальная девочка. Во-первых, она отличница. Во-вторых, она волонтер. Член юноармейского нашего отряда. Кроме того, она знаменосец, ходит в школу почетного караула. Я иногда даже удивляюсь, что она все это успевает делать. А вы единственная в отряде удостоенная? На данный момент, да. Вера – участник поискового движения. Так, это уже конкретно. В поисковом движении она участвовала в некоторых очень важных проектах, которые сохраняют историческую память. Кроме того, она участвовала в конкурсе, в краеведческом конкурсе «Отечество». Это конкурс «Городской», где как раз рассказывала об этой поисковой работе. Игра «Гвардия России», «Школа почетного караула». Много достоинства у этой замечательной девочки. Лариса Алексеевна, а вы были задействованы когда-нибудь в подобных инициативах? Я, конечно, была очень активная. У нас немножко по-другому все называлось. Мы же послевоенные детвора и росли. У нас-то был вождь Тимур, а мы были все его команды. Конечно, мы все хотели помогать, находить, кому помочь, как помочь. И друг друга за это хвалили и порицали того, кто это сделал. Мы ловили тех, кто олицетворил Мишку Квакина, который был пулиган. Да, это был главный злодей для тех, кто не читал. Поэтому, конечно, в юности это нужно, это же очень хорошо. Когда сердце горячее, хочется кому-то помочь. Вера, а вы читали книгу, да, Тимур? Да, конечно же, мне очень понравилось. В вашей жизни квакины попадались вам? То есть у вас были какие-то оппоненты, скажем так? Ну, они всегда встречаются. Это же жизнь здесь без злодеев никак. Да, и как вы с ними распространяете? Ну как, добро всегда побеждает зло. Главное найти подход к каждому злодею. А вот вы начинаете волонтерское дело. Это как это происходит? Вам какую-то установку дают или это инициатива снизу? Какое-то дело, вы его начинаете. Откуда взялась идея конкретно об этом деле? Ну, у нас есть Московский центр «Патриот Спорт». Волонтерский отдел с замечательной программой «Эстафета живых дел». Эта «Эстафета живых дел» возникает стихийно. Просто каждая школа или каждый колледж, который участвует в этой «Эстафете живых дел», они делятся своими проектами, своими практиками. Так возникает копилка. И в определенный момент какой-то каждая школа или каждая опорная площадка, она объявляет, начинаем проект «Учителями славится Россия». Это проект нашей школы, который мы инициировали. И в этом проекте мы поздравляли тех учителей, которые долгое-долгое время работали в школе ветераны педагогического труда. Мы писали им открытки, мы делали для них голубые огоньки, приглашали их в школу. Этот проект очень понравился всей Москве. И вот таким образом создается такая копилка практик, в которой участвуют другие ребята. Лариса Алексеевна, а у вас были любимые учителя? Были любимые, были, кого ненавидела. И меня также. Некоторые любили, некоторые ненавидели. Ненавидели. Да? По литературе ненавидела. По литературе? Да. Поэтессу? Ну, а я же не была тогда, во-первых. А потом нужно было писать сочинение на заданную тему, по заданному плану. А я выходила за рамки всегда. И она мне писала, что неправильное мышление. Вера, я думаю, что если я вам задам вопрос, были ли учителя, которых вы ненавидели, вы с гневом скажете, что нет такого, не может быть по определению? Ну, не то, чтобы ненавидела, но которые мне немножко не нравятся, да. О, есть такие? Конечно же. Вера, а школа почетного карула, она никак не связана со школой 1195? Нет, это отдельная уже организация. Ну, подробнее чуть-чуть объясните. В школе почетного карула мы занимаемся строевой подготовкой, учимся возлагать цветы правильно, учимся возлагать корзины, на посту стоять. Значит, учимся совершать смену. Также, если ребята из школы почетного карула будут хорошо работать в течение года, то они будут ходить в коробке на 9 мая в параде участвовать. Вы решили уже, Вера, кем вы станете в будущем? Нет, я пока что не определилась. Ура! ம może! det